Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи с нами сегодня Богослов Андрей Кураев Здравствуйте, Андрей Вячеславович Добрый день Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9 Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 2306191 Андрей Вячеславович, есть такое мнение о том, что вы находитесь в оппозиции к Русской Православной Церкви Насколько вы согласны с этим утверждением? Можете ли вы себя назвать оппозиционером? Вы знаете, для того, чтобы быть в оппозиции, надо признавать наличие некой оппозиции Полагаю, что вообще сам по себе, конечно, модный у некоторых ридеров Выражение официальной позиции Русской Православной Церкви Это выражение бессмысленное и немножко постыдное Потому что если посмотреть церковную публицистику 20-го, скажем, века То будет понятно, что все то, что называлось официальной позицией Симода или Патриархии Через 20 лет было просто стыдно цитировать и вспоминать И так на протяжении последнего столетия Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Вы также, уважаемые радиослушатели, подключайтесь И задавайте вопросы нашему гостю Богослов Андрей Кураев с нами на прямой связи Ну вот, говоря об оппозиции, которая, кстати, поправки к Конституции недавние встретила не очень радостно А упоминание Бога в поправках Конституции, в том числе то, что предлагал Патриарх Кирилл Уместно, на ваш взгляд? Как вы считаете? Ну, я договорю предыдущую мысль, чтобы было понятно Нельзя быть в оппозиции по отношению к фантому Вот, официоз это фантом Это чисто виртуальный 7-минутный продукт И к вам просто нельзя относиться сколько-либо серьезно Ни со знаком плюс, ни со знаком минус Что касается поправок Конституции, чтобы там, слава Богу, появилось Ну, во-первых, конечно, это некая отвлекаточка от того, чтобы люди прочли эту косточку грызть Не обращая внимания на другие поправки, которые гораздо более будут значимы Ну, а что касается упоминания о Боге в Конституции, то вопрос, зачем это ведь чисто виртуементальные вещи То есть одно дело, если о Боге напоминает какая-то старая европейская Конституция Ну, это дань традиции, как крест на знаменах скандинавских стран, например, кресты разных цветов А другое дело, когда это некая новелла Когда это некая новелла, это значит, что у кого-то есть планы на ваших детей И ради этого этот шаг предпринимается В данном случае патриархии нужно упоминание о Боге в Конституции для того, чтобы давить на чиновников Чиновников в системе образования, во всех иных Чтобы в случае чего, во-первых, любых критиков повинять в антиконституционной деятельности То есть под максимально жестокую статью подводить В случае чего, то есть антиклерикализм преграбливать к антиконституционной деятельности Чуть ли не госпереварован И во-вторых, опять же, легче давить на тех, кто не очень готов подмахивать хвостиком И уступать преддавлению на патриархии нового года Вот и все То есть Бог становится инструментом в руках людей в данном случае? Упоминание о Боге, конечно, будет инструментом Ну да, вы в одном из интервью говорили о том, что в русской православной церкви У людей сформировалась аллергия на патриарха Кирилла Недавно была очередная новость о появлении патриарха Кирилла в дорогих часах Это вызвало тоже большой резонанс в обществе Как вы думаете, вот этот раздражитель в виде дорогих часов Ну и так далее, там, дорогих марок машин Это случайно со стороны патриарха? Или это, может быть, умышленно происходит? Вот как это? Ну, я думаю, что это некая форма его внутренней свободы То, что на церковном языке называется страстная доживость По идее, патриарху часы вообще не нужны Как мобильный телефон, да и многое другое Потому что рядом с ним всегда есть некие помощники Которые всегда точно скажут ему, и сейчас именно время Да, и уж тем более, если часы нужны, то они совсем не обязаны быть такими дорогими Вызывающе дорогими То есть в данном случае это просто дань его швейцарской молодости Вы также в одном из интервью говорили о том, что патриарх сделал РПЦ силовым ведомством Вот что это значит, силовое ведомство, каковы его полномочия? Ну, поскольку в Конституции это не прописано То поэтому получается, что явочным порядком Да, Андрей Вячеславович, мы сейчас стали плохо слышать вас Снова Андрей Кураев с нами на связи Вот сейчас мы надеемся, что будем слушать вас лучше Да, Андрей Вячеславович, вот начало вопроса Начало, вернее, вашего ответа Связь прервалась, да, в этот момент? Да Ну, с 2012 года С первого дела Усерайт Когда появилась тема двушечки Когда появилась новость в уголовном кодексе То есть, скажем, статья за оскорбление религиозных чувств Вот с той поры патриархия ясно дала понять Что она готова бороться не только словом Но и с помощью полицейских средств Со своими критиками Даже не просто критиками, а несогласными людьми Когда, скажем, люди просто ставят какой-то спектакль Где даже церковь или патриархия никак не могут не упоминаться Ну, просто маленькие там кошмары В сознании какого-то персонажа, да, воплощаются на сцене В этих кошмарах появляется какой-то, скажем, религиозный персонаж Вот история с Тангейзером, скажем И этот повод оказывается для возмущения Для снятия спектакля И чуть ли не уголовных дел Звоните нам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии Пишите в WhatsApp 230-6191 Андрей Кураев у нас на прямой связи Ну вот продолжая разговор о церкви Можно ли говорить о том, что сегодня Россия стремительно идет в сторону Такой церковной власти Потому что мы слышим часто Об оскорблении чувств верующих Но в то же время ничего не слышим Об оскорблении чувств неверующих И, соответственно, складывается такое впечатление Иногда со стороны Что Россия все ближе Или все дальше, точнее, идет От светского государства Насколько это справедливое такое наблюдение? Я думаю, что это не совсем так Потому что для того, чтобы говорить о клерикализме Нужно предполагать, что церковь самостоятельный Субъект политики у власти В путинской России это не так У властью одного человека И, соответственно, он может делиться Кусочком ее с патриархом Но не более того И, соответственно, церковь Может какие-то свои властные полномочия Которые она присваивает себе Реализовывать только в той части В какой она является Идеологической обслугой Кремля То есть получается, что церковь стала инструментом В руках Владимира Путина То есть это как предаток в какой-то степени Если так говорить Жестоко и цинично Да, совершенно верно То есть здесь речь идет не о симфонии Двух более-менее равных субъектов Права, отношений и так далее А просто о пленом использовании То есть задача церкви Воспитывать в людях комплекс тотальной вины И послушания То есть индоктринировать в людей Синдром внушенной беспомощности Скажем так Что вы ничего не можете От вас ничего не зависит Надо слушать царя-батюшку Вот, а главное Вот эта вот ингренация В тотальном грехе То есть как Ты пил молоко в пятницу Ты проспал в сеночные дни В субботу И ты такой чудовищный грешник Ты еще смеешь осуждать Наших доброчных офицеров Которые выбивают признание Стих-то на террорист Пусть даже и под пытками Тебе или грязные свиньи Их осуждают То есть вот, собственно Это формула симфонии Ну вы в процессе избрания Патриарха Кирилла на пост Вы считались членом его команды Насколько я знаю Но позже вы заявили Что в нем разочаровались Помните этот момент разочарования Когда он произошел? Да, помню Это был май 2009 года Когда я увидел Как молодежь из института физкультуры Сгоняют на встречу с патриархом Причем именно сгоняют А дальше При этой якобы открытой встрече Первой встрече нового патриарха с молодежью Выяснилось, что Никому право сдать вопрос Даже вопрос не дается А список упражающих И их тексты заранее согласовывают И тут мне стало ясно Что это будет большая декорация Имитация Но нереальное Общение с обществом Нереальный диалог А почему так, на ваш взгляд? То есть патриарх боится Ну какой-то, я не знаю Импровизации Неудобных вопросов Почему все было так согласовано Как вы говорите? У меня нет ответа на вопрос Потому что митрополит Кирилл Этого не боялся Почему этого стал бояться патриарх Кирилл Этого я не знаю Ну вот публикация в вашем блоге В которой говорилось О нетрадиционной сексуальной ориентации Никодима Духовного учителя Патриарха Кирилла Канонизация которого Как раз после этого Была приостановлена То есть приостановкой К причислению Никодима К лику святых Стала ваша публикация Можно так сказать? Что она повлияла на это? Ну мне доводилось Такую инсайдерскую информацию Из патриархиных людей От патриархиных людей Получать Ну вот опять же Вы недавно В одном из интервью В программе Еще не поздно Рассказали Что у вас есть знакомые Гомосексуалисты И что если посмотреть На портреты Я сейчас не дословно цитирую Возможно о вас Но примерно Что если посмотреть на портреты Представителей Православной церкви То многие из них геи Вот для чего На ваш взгляд Эти люди Которые по вашему мнению Являются представителями Нетрадиционной Сексуальной ориентации Идут в священнослужители Для чего Это надо их спросить Не знаю для чего То есть у вас нет ответа на этот вопрос Я не исключаю вариант Что молодой человек Еще не знает всей правды о себе Поначалу В неофитском таком порыле Вот И Это позже проявляется в нем Со всей ясностью И печальной отчетливости для него Может быть и такое Может быть от того Что напротив Он довольно рано Проф сориентирован Каким-то старшим товарищем Священником Епископом И поэтому ему объяснили Что это все нормально И так далее Разные пути есть То есть и путь сокрытия возможен То есть возможность Комфортного существования В церкви Не раскрывая свою Сексуальную ориентацию Но каким-то образом Реализуя свои какие-то потребности Ну собственно говоря Исторически так оно всегда и было Потому что В некотором смысле Ну именно христианская церковь Христианская православная Они давали Единственную возможность Легального существования В омосексуалистов Средние века То есть когда Общество очень маленькое Прозрачное Небольшое сего Небольшой городок Если 14-15 летний парень Скажем Не замечен В оргии их девочками И не собирается жениться Это бросается в глаза Ему надо оправдываться И монастырь давал Уход в монастырь Давал удобную форму То есть в миру таких не терпели В миру жизнь таких людей Была бы очень грустной Короткой А монастырь давал возможность Легального прибежища И обретения там себе подобных Ну вот буквально у нас вчера Был эфир на тему Как раз гомосексуалистов И некоторые наши слушатели Довольно резко высказывались То есть из разряда Что этих людей нужно изолировать От общества Что они не должны каким-то образом Не знаю Влиять на наших детей И так далее Вот как на ваш взгляд Если говорить о здоровом обществе Оно должно реагировать На представителей Нетрадиционной ориентации в мире Какая должна быть реакция Как вы думаете? Нет, я за других людей Тем более за общество Решать не буду Мое личное отношение простое Как бы личное сексуальное Личное отношение Другого взрослого человека Этой личной проблемы Меня это никак не касается Если этот человек Начинает пропагандировать Этот образ жизни Я буду воспринимать К своего оппонента А если он будет пользоваться При этом церковной кафедрой И толикой власти Которая эта кафедра дает Для такого рода практики Я буду считать его Сволочью Но на ваш взгляд Все-таки Если говорить о религиозной трактовке Ведь Бог Как я понимаю Должен принимать Всех земных созданий Вне зависимости от того Какие они Или это не так То есть Почему Условно говоря Гомосексуалист Не может Бог Бог может посылать Бог может посылать Дождь на праведника Грешника А вот что касается Принятия к себе В своем царстве Там довольно Четкие критерии прописаны В Ветхом и Новом Завете Но если Полагается Что суд Божий будет Если говорить Все-таки О том Для чего Тогда появляются люди С религиозной точки зрения Которые скажем так Не похожи на других То есть Это не промысел Божий Получается Видите ли Есть очевидная Совершенно вещь В самых разных Религиозных практиках мира В разных религиях Что оказывается Путь мистики И путь Сексуальности Они оказываются Тесно переплетены И будь ты хоть Йогом преклонных годов Христианским монахом Христианским суфьем Однажды Ты узнаешь Что Для продвижения вверх Ты должен взять Под контроль Свои сексуальные проявления Независимо от того Гомо или гидро А не сексуально То есть Необходим Некий Отказ И преображение Отказ От сексуальной практики Ее преображение Сублимация Вот это Некая константа Любой Серьезной Религиозной практики Мира И поэтому Делать вид Что можно Жить в мире Промыскуете Скажем Гомосексуального И при этом Считать Бога Обязанным Тебя при этом Обнять Включить число Своих любовников Ну это очень Наивное богословие У нас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Лариса Вот у нас В Латвии Проводят Экуменические Христианские Молитвы Молебны То есть Собираются Вместе Католики Ветеране Православные И проводят Молитвы Все вместе В одном храме Скажите В России Такое возможно И какое Ваше отношение К таким вещам Спасибо Да Спасибо вам Ну и в России Такое было И в Советском Союзе И в Троице Сергея Лаврия Это сам видел Когда был студентом В 80-е годы В Московской Духовной Семинарии Так что Сам по себе В этом Я не думаю Что есть нечто Дурное Как стать вместе С другими Ленией Отче наш Или Своими молитвами Высказать Какие-то потребности Молитвенные Потребности К Богу В этом Я не вижу Греха Не стоит Переимать Заимствовать Чужие стили Молитвы Инуславные Для православных Это очевидная вещь Но не более того Вот мысль Наша радиослушательница Навела меня На мысль Я вспомнила Историю Владимира Головина И его молитву По соглашению Которая также Вызвала Неодобрение В русской Православной Церкви Это была Молитва Если я не ошибаюсь Там 700 рублей Стоило участие В этой молитве Дистанционно Вот такая Монетизация Церкви Может быть Монетизация В этом смысле Молитвы В том числе Объединяющая Как говорил Владимир Как вы Как вы К этому Относитесь К такой Форме Молитва Соглашения Это известная Практика Впервые Слышал Что за это Кто-то Деньги брал Но Головин Фрик Известный И он Он уже лишен Сана За свои Попусы Вы считаете Справедливо Потому что Много Есть защитников Головина Поэтому Я спрашиваю Вас Я не сторонник Радикальных Репрессивных Мир Но В данном Случае Как сказать Ну Практики Которые были У священника Меня отнюдь Не радуют Сейчас мы Сделаем Небольшой Перерыв Потом вернемся И продолжим Андрей Кураев У нас на Прямой связи Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И богослов Андрей Кураев С нами сегодня На прямой связи Здравствуйте Андрей Вячеславович Добрый день Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Задавайте вопросы Пишите в WhatsApp 230-6-1-9-1 И у нас Есть Звонок Только что Был сорвался Наберите еще раз Номер Также пишите в WhatsApp Пишите в Фейсбуке В Фейсбуке можно написать На моей страничке Вадим Родионов Влачинцы Родионов Через А И звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут? Да, мы слушаем вас В Ветхом Завете Написано, что Если мужчина Спит с мужчиной Его надо сжечь По-моему Живьем даже Ну, в какой у вас вопрос? Можете подтвердить? Написано ли это В Ветхом Завете? Да, спасибо Есть что-то такое В Ветхом Завете? Очень плохо слышен Но да, безусловно В Ветхом Завете Очень жесткие санкции За гомосексуализм Это так В Новом Завете Есть слова Апостола Павла Не обманывайтесь Мужевожники Царствия Божьей Не наследуют Но дело в том Что Насколько мне известно В современном Либеральном Заветном Богословии Эти слуги Парируются Через расширение Круга этих цитат Скажем Апостол Павел Говорит Не обманывайтесь Та те лицемеры Прелюбодеи И так далее Воры И уже ложники Не наследуют Царствию Божьей То есть список Настолько широк Что в общем Почти любой человек Может себя узнать И тем самым Потерять некую Самонадеянность И ощутить Необходимость Потребность Спасения Милости Божьей Такая была Интенция апостола Павла в детском Решевете Так там вообще 613 запретов Множество из которых Многие десятки Предполагают Смертную казнь И поэтому Опять возникает вопрос Почему Остальные Можно игнорировать И считать Что они ушли В прошлое А именно Вот это Насчет Денег Они у животных Надо Анализировать То есть Честное слово Тут есть Даже У каждой Депутат Просто Перезвоним Центр Эту тему Не закрыть Еще звонок У нас Радио Нельзя Что они Я могу сказать Несовременную точку зрения Да Звоните нам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Так Звонок Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Александр Да Александр Да Мы слушаем вас Пожалуйста Скажите Пожалуйста Вот сейчас В России Идет волна Обсуждения Изменений В Конституцию И патриарх Кирилл Внес Такое понятие Чтобы в Конституцию Внесли понятие Бога Мы говорили об этом Уважаемые радиослушатели Отвечал уже наш гость На этот вопрос Другой у вас будет вопрос Сорвался у нас звонок Уже 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Не выключайте Пожалуйста Пожалуйста Давайте вопрос У меня вопрос такой Вот Когда приедет Патриарх В Латвию Православные Хотят с ним Помолиться Но вот как-то Запрещают Запрещают Визит А между прочим Православные Это Менее всего Политизированный Народ Такой народ Знаете Молящийся Верующий Да Вопрос Какой у вас Да Когда приедет Патриарх У нас очень мало Времени Уважаемые Радиослушатели Спасибо вам За вопрос Насколько известно Патриарху Никто не запрещает Но может быть У вас другая Информация Есть Это не совсем так Насколько я понимаю В том числе Руководство В Латвии Считает Нецелесообразным 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 Взять патриарху Кирилла И эта позиция Появилась После крымской Истории Так называемой Украинской Весны Когда Сама Русская церковь Согласилась Использовать Себя В качестве Инструмента Определенной Партийной Политики Поэтому За Некоторые удовольствия Надо расплачиваться В данном случае Нонградность Патриарха Кирилла В Латвии Это Некая Плата За удовольствие Вручать Церковные ордена Киселева Добродеева И другим Певцам Путинского Телевидения Для патриарха Это важно Путешествовать В том числе По постсоветскому Пространству Общаться С прихожанами На этих территориях Как вы думаете Я не могу За патриарха Решать Какая его Система ценностей На какой-то На этом радость Исходя из стратегии Наверное Но в принципе Конечно Ему очень хочется Ощущать себя Лидером Сверхнационального Масштаба Глобального Мне кажется Это в нем есть Насколько справедливо Определение Которое Нередко Уже можно услышать В отношении Владимира Путина Как раньше Называли капитанов Подводных лодок Первый после Бога Поскольку церковь Православная Складывает Такое впечатление Выстраивает Эту концепцию Что Вот работает это Как считается В России сегодня Нет Я думаю Что это не так И к счастью Даже из-за Патриарха Мы Такого рода Теологических Характеристик И превозношения Президента Не слышали Здесь Какая-то Симфоничность Синхронность Проявляется На уровне Каких-то Общих Может быть Идей Оценок Но не на уровне Личных комплиментов Превозношения Вот наша Радиослушательница Также Сказала Она сделала Такое утверждение Что православный Самый Неполитизированный Народ Насколько это Справедливое Определение Как Вы считаете Я начала Не слышал Кто Политизированный Народ Православный Самый Неполитизированный Народ Сказала Радиослушательница Вот Если Просуждать На эту Тему Можно ли Вообще Так Говорить Как Вы считаете Ну Это Все Зависит От Местного Климата Потому Дело В том Что Православные Могут Быть Совершенно Неполитизированными И в то же время Мы видим Во многих Странах Мира Попытку Их Серьезно Политизировать Например Украина Например Меня не Ключаю Что Следующая Точка Политизации Православного Будет Беларуссия В то же время Православные Живущие Во Франции Действительно Совершенно Неполитизированы Какая ситуация Вратвии Я не знаю Если говорить О религиях И их влиянии На жизнь людей Потому что Владимир Познер Который Не скрывает Что он является Атеистом Как-то высказывал Такую мысль Что самые успешные Страны Там где Лютеранство Потому что Религия Наиболее Либеральная И соответственно Это отражается В том числе На мышлении На экономике И на развитии Страна Вот у православных В этом смысле Есть проблема Вот насколько Это справедливо Как вы считаете Такая оценка Ситуации Я думаю Что Мы живем В мире Достаточно секулярном Чтобы уже Не обращать Внимание На такого рода Параллели Их можно оставить Историкам Тут у Макса Вебера Были интересные Гипотезы Достаточно обоснованные Но даже Макс Вебер Живя в начале 20 века То есть 100 лет назад Не проецировал Это в современном Мире А говорил О некоторых Западноиропейских Странах И конца 18 века А сегодня Это уже Вряд ли так Вы ведь Росли в атеистической Семье И вы рассказывали Эту историю Когда родители Поймали вас Молящимся Когда они просто Раньше положенного Срока Вернулись домой И вам Приходилось ли вам Вот на протяжении Этого пути Ну взаимодействуя С родителями В том числе В юности Доказывать истинность Выбранного вами Предназначения Знаете Например Дискуссии У себя дома Не устраивало Потому что Яйца курицу Не учат И не из пророков Согматически Я скорее Миссионер Своего Младшего Брата Чтобы он Крестился Стал Церковным Человеком Вот Затем Уже Конечно же Внучата Большой вклад Внесли Потому что Молочи А не так Естественно Расли уже В церковной Атмосфере Вот Внучата У них Скисов В отсековлении Своих Дедушки Дедушки И бабушки Ну и кроме того Когда я сам Был еще студентом То Старался домой Приводить Людей Которые Вызывали бы Симпатию Скажем И маму И в то же время Вдруг Оказывалось бы Что они тоже Позитивно Относятся К православию Скажем Привожу Девушку Аспирантку Ну то есть Мама рада Наконец Андрюша Взялся Такая девочка Из хорошей семьи Аспирантка И так далее Мама вся счастливая И тут Танечка говорит Андрюш Ну что на парад Она все Нужно опоздают Дальше Немая сцена Поголю Ну а что касается Миссионерства В других конфессиях Вот например Можно вспомнить Трагический опыт Данила Сысоева Который был убит Как вы считаете Нужно ли Вести миссионерскую Деятельность Среди скажем Ну мусульманских Конфессий Любых других Насколько это может Быть опасным Если мы вот Берем во внимание Упадет Свободу слова Значит Свободу дискуссии Свободу критики Я никогда Не отказывал Себе в удовольствии Критически отозваться Деятельность Их-то сект Иногда Да В том числе И мусульман И буддист Но при этом Естественно И за ними Признаю Право Столь же критически Отзываться И по мне Моей религиозеризации Моей вере и так далее Государство В это вмешиваться Не должно И при этом Конечно же Надо различать Где критика Где мировоззренческая Философская Научная дискуссия А где оскорбление Границ Может переходить Вот оскорбление Чувств верующих Вы эту тему Тему уже затрагивали В нашей студии Пишите Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Да Ну продолжая Вопрос На котором Нас прервала Техника Да Я говорила Об оскорблении Чувств верующих История с Ургантом Жарером Депардей История с Комиком Долгоповым Который Также Ну оскорбил По мнению Многих Чувства верующих Вот Ваши Чувства Когда-нибудь Были оскорблены И можно ли Чувства верующих Оскорбить Ну вот на вашем Примере Если говорить На личном опыте Ну Безусловно Это можно Другое дело Что мои чувства Это только мои чувства И демонстрировать Где-то каким-то Экспертам Дело И в суде Дело странное И невозможное Потому что Я единственный Мир специалист По моим Собственным чувствам Естественно Чувствительность Зоны Могут быть Разные Вот Что касается Депардей Ну Ну Хам Изначально Что вы хотите От Ребенка Который Работал Мальчиком Простепут Работающих Всего года Свою подростковую Юность Да Ясное дело Что с тактом Там Не очень хорошо Вот И печально Что орган На это повелся И поддержал Эти его Этот его В буквальном смысле Свинский Юмор Ну вот Вы сказали Сейчас про Мальчика Проститутку В то же время Ведь Путь исправления Он есть И он есть На примерах Если мы Скажем Вспомним Историю Жития Марии Магдалины И в этом Смысле Всем не обязательно Что человек Остается Ну Приверженцем Да Тех правил Тех может быть Взглядов Которым Он был Он был раньше Ну Что касается Отношения К религии То Депардев Той Передач К разве Что вроде бы Никакой эволюции У него нет Его позиция В этом смысле Неизмена И вот Снова Андрей Кураев Отключился От нас Но мы будем Пытаться Возобновить С ним Связь У нас Не так Много Времени Осталось До конца Эфира Тем не менее Звоните Нам 672 12 93 9 672 13 93 9 Снова Андрей Кураев С нами На прямой Связи Периодически У нас Отключается Связь Так вот Прерывисто Кто-то вмешивается В наш эфир Но мы Прервем звонок Здравствуйте Примем Звонок Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Олег Очень короткий вопрос Почему Христианство На земле Не может Объединиться В чем-то В одном Вот например Меня Это отталкивает От церкви Понимаете Есть Христиане Есть Русско-палстанцы В церквах Есть Ватикан И так далее Вот лично Меня Это отталкивает Понимаете Почему Не могут Объединиться Спасибо Моя пласть Знаете За 30 лет Профессиональной Церковности Я в итоге Пошел к Противоположному А почему Мы не можем Просто Разъединиться А зачем Создавать Такие Общепланетарные Огромные Организации Нужны А может быть Есть какая-то Форма Небюрократического Детинства Вообще На мой взгляд Любые структуры Которые выше Городского Они в церковной Жизни Надуманы Это наследие Имперскости Для удобства Управленцев Понятное дело Что Церковному Генералу Легче общаться С генерал-губернатором Когда они В одном экземпляре На данной территории Но точно Людовс Управленцев Должна Существовать Церковь Поэтому Может быть Надо просто Порадоваться Тому Что мы Разны Что к счастью Нет Господь Не попустил В возникновение Единого центра Управления Духовной Жизнью Человечества Может быть Возрадоваться Этому Надо Не Печалиться Среди Ваших Критиков Есть те Кто считает Что вы Обличая Русскую Православную Церковь В какой-то Степени Убиваете В людях Доверие К этому Институту Насколько Это Ну вот Согласитесь Либо с этим Потому что Ваши высказывания Если Прочитать Мнение Людей Которые Прислушиваются К вам Они действительно Меняют В какой-то Степени Отношение К религии Отношение Каким-то Ну не знаю Священнослужителям В том числе Они более Скептически Уже Относятся К ним После ваших Высказываний О гомосексуалистах В частности Ну во-первых Определенный Скепсис Он полезен В православной Практике Вообще Принято Отговаривать Человека От применятия Скажем Монашества И Сам член Пострыков Монашества Предполагает Что Игумен Трижды Бросает Ножницы Напом Отказывается То есть По сути Послушник Должен Уломать Доказать Свою решимость Что я знаю Несмотря на весь Негатив Там и так далее Меня предупредит Хотя Здраво Умеет Третью память Тем не менее Я принимаю Такое Самоубийственное Решение Самоубийственное Кстати буквально Спас этого слова То есть Прежний там Алеша Карамазов Исчезает Появляется Какой-нибудь Монах Пафнути Скажем Второе Знаете Когда Я же ведь Не единственный В мире Есть Масса Тысячи Православных С котиками С батюшками С иконками И так далее Пожалуйста Я даже не могу Их равновесить Естественно Поэтому Какие претензии Ко мне Вы свободные люди Можете туда и туда Зайти И составить Коктейли По своему вкусу Третье Я ведь Не выдумываю А просто Сообщаю О том Какие События Есть В не совсем Официальной Жизни церкви Это очень важно Для того Чтобы потом Не разочароваться Потому что Розовая шлика К сожалению Бьются Стеклами внутренними И это Травмоопасная Штука Вот Лучше Есть Всяких Печальных Событиях В жизни Церкви Есть В истории Узнать Люди От церковного Человека Чем От Какого-то Военцовщего Атеиста То есть Полезно Для В том числе Прихожан С скептицизмом Относиться К священнослужителям Потому что Некоторые Например Идут к священникам Как В последнюю Инстанцию Обращаются Вы знаете Я не знаю Поэтому я вновь Отказываюсь Говорить о том Что полезно Для всех Но я знаю Что Для некоторых Людей То что Скажем Я делаю Оказывается К пользе Их Соконной Жизни Я не Мало Таких Среди Случал Просто Не надо Думать Только О неофитах Вот И еще Проблем Людей Которых Мы Отмиссионерили Они Пришли В церковь А теперь В тихом Таком Офигении Смотрят Где мы Оказались Такие Сериалы Как Молодой Папа На ваш Взгляд Нужны Потому что Католическая Церковь Крайне Негативно Отозвалась Об этом В фильме Об этом Произведении Вот У меня Противоположное Ощущение Мне кажется Это Криптокатолический Проект То есть Такая Тонкая Форма Как раз Реклама Католической Церкви По крайней мере Первый сезон Я второй еще Не видел А вот Первый сезон Мне показался Такой Миссионерской Пропагандистской Но Ватикан Очень негативно Отозвался Как раз Ну Может быть Таковы правила Их игры А вот Сериал Миссия Не смотрели Кстати Который Вышел Недавно Где Обыгрывается Тема второго Пришествия Нет Еще звонок У нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Это Владимир У меня такой вопрос В 1056 году Христиане Разделились На запад И восток А как вы думаете Они объединятся Когда с единой Пары Или так и будут Разделены На запад И восток Как вы думаете Про тему Провод Да Спасибо вам Разделение Я уже говорил Что я Не Фанат Идеи Вселенского Объединения Причем Я боюсь Что понимаете За прошедшую Тысячу лет Каждая Из церквей Прожила Свою историю Эти истории Далеко не всегда Были блестящие У каждой Из них Свои болячки И я боюсь Что при объединении Мы Своими болячками Друг друга Перезаразили Это коронавирус Пройдет И с одной стороны И с другой В наших Соломых объятиях Передастся С другой А то доброе Что есть У каждого из нас Мы можем получить И без Бюрократических Процедур Процеду Заимствовать Добрый опыт Который есть Не подчиняясь Ничьей власти Вот как раз Насчет коронавируса Наша радиослушательница Алена Она спрашивает В ватсапе На злобу дня Про передачу Вирусов Зачем На причастие Принимая Причастие Нужно Все это делать С одной серебряной ложки Насколько это Гигиенично Это может быть И не гигиенично В то же время Я не могу сказать Что Тут есть какая-то Серьезная опасность Ну не знаю Мне кажется Все зависит от того О чем думает Человек Подходя к чаше Если он думает О красоте Наряда батюшки Или о том Какими Кого Могут быть Наложки То для него И Ничего не произойдет Все по вере твоей В итоге С этими микробами Ты встречаешься Потому что Ты о них Думал Подходя к ним А если человек При этом думал О Христе О Боге О Европе То тогда Я надеюсь Что с ней Он и встретится А не с вирусом Еще вопрос Который задает Наша радиослушательница Почему люди Не могли Из-за Уверяю вас Что У вас мало шансов Заразиться Каким-то вирусом Храме По одной простой причине Что Наверное Всем этим Скорее Заболеют Священнослужители Чем вы Потому что Священник Каждый день Это делает Ну Выпивает Чашу Поэтому Если вы видите Что еще не все Священники В больнице Ну значит И у вас Есть шанс Выжить То есть Такой индекс Почему люди Не смогли Зафиксировать Четко день Смерти Бога Почему мы Каждый год Отмечаем Пасху В разные даты Спрашивает Служб Знаете Нет Как раз Этот день Был четко Зафиксирован Просто Календарь Был другой Тогда был Лунно-Солнечный Календарь Счастье Солнечный А поэтому Что касается Того календаря Там все ясно 14-го Ниссана Это все Произошло Другое Просто Оксидас Состав В календаре Проблемы перевода В современную Систему исчислений Много вопросов Приходит по Ватсап Наши слушатели Спрашивают Как вы считаете Бог Старого Завета И нового Это один и тот же Бог Да Это вопрос Ставился еще В древности Была такая Ересь Маркиона Еретика Агностика В третьем веке Который полагал Что это Разные боги Но церковь С этим Никогда не соглашалась И тот же Скажем Ориген В том же Третьем веке Он Проведлив Говорит Посмотрите Внимательно Читайте Древний закон Неужели вы думаете Что он дан Злым богом Ну скажем Бог ветхого Завета Запрещает Полностью Возвращаться На поле После того Как вы убрали С него урожай Почему Потому что Когда вы убираете Урожай Вы устали Вы торопитесь И так далее Куда-то вы не потянулись Какой-то далекий кустик На далекую ветку Какую-то ягодку Яблышко сорвать И так далее Колосок срезать Вот А потом отдышались И через день Думаете Ну что Может снова вернуться На это поле Дорезать колоски Оставшиеся Это запрещено Почему Потому что Если люди У которых нет Своего поля Какой-то странник Будет проходить Мимо вашего сада Мимо вашего поля Пусть эти осевки Останутся ему На рае других людей Разве это заповедь От злого Бога Исходит И такие заповеди Ветхом Завете много Еще вопрос От нашего радиослушателя Что вы не приемлете С чем не согласны В мусульманской религии И в иудаизме Вы знаете Я принимаю Все Что о Боге говорит Ислам Я не согласен С тем Что Ислам Отрицает То есть Когда они говорят Что Бог один Он всему обучен Творец Я говорю Ну конечно Аминь Но когда Мусульманский проповедник Скажет Что вы знаете Вот Бог один Он не может быть Троицей Бог Есть дух Он не может Воплотиться Бог не может Быть распят Бог не может Пройти на землю И так далее А то я говорю Подождите Вы слышали Что вы сами говорите Вы несколько раз Сказали Бог не может Вот вы уверены Что это Допустимая формула Вы Богу Скрещаете Проявляете Архологическую Возможность И способность Ну покажите Внеговишника Который С палочкой Выбежит Навстречу Картежу Путину И остановит Его за превышение Скорости Ну а тем более Когда речь Это Боге То запрещать Богу Ты не можешь Господи Дайте сойти На землю Стать человеком И так далее Ну это Мне кажется Это Богословски Некорректно Что касается Иудаизма То Опять же Естественно Религия Ветхого Завета Это Колыбили Магии веры Поэтому может быть Только позитивные Отношения Но опять Мне кажется Что Христианство Доводит Интенции Чтобы Ветхом Завете До конца Если Бог Любит людей Бог любит Израиль Первенца Своего То Эта любовь Она может Стать Жертвами То есть Чтобы не только От людей Жертвы Ведя вечер Брать Агнцев Но чтобы Саму Богу Принести Жертву В этом Суть Евангелия Ну вот Наша радиослушательница Которая задала Вам про Бога Старого и Нового Завета Она вступила С вами в такую Дискуссию Я зачитаю Без купюр Ее комментарии Что за бред Про заповеди И колоски Народа Бог повелевал Уничтожать Детей и женщин Вот Как можете Прокомментировать Простите Это не бред От статуи Из Ветхого Завета Я привел Да Почему Это называть Бредом Ну как Мне кажется Ясно Что человек К серьезной Дискуссии На эту тему Просто не готов Что касается Повелений Убивать Там Чуши В чужих городах Население Детей И так далее Да это было Это очень печально Но это нужно было Именно для того Чтобы мы с вами Сегодня этим Замущались То есть пройдя Через определенную школу Мы уже можем Не остаться В этом букварике Да Вот Но в то же время Не обязательно Букварь превращать В туалетную бумагу Вы можете его Не перечитывать Внеобязанной Извуспомнить Все стишки Которые там были Вот Но можете быть благодарны Тому Что когда-то Благодаря этому учебнику Вы вышли Состояние Неграмотности Вот это касается И определенной Нравственной Эволюции Человечества То есть человек Уже способен Критиковать Действия Бога Если так Я не знаю Адаптировать Ваши слова Да Совершенно верно Вот То есть мы можем Сказать Что было Допустимо И когда-то Сейчас уже Не таково Потому что Ну это в Евангелии Тоже часто звучит По жескосердию вашему Вам было разрешено То это и тот А я другую За пользу Спасибо вам Где Христос Говорит Что это злой Бог Ту заповедь давал А я ее отменяюсь Говорит Это моя была Заповедь Мы не моя Моего отца Спасибо что вы нашли Время И вышли к нам В прямой эфир Богослов Андрей Кураев Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания